Даже не порадоваться, а, знаете, вкусно радствовать. Я свободная женщина. Как здесь вообще что-то можно понять? Кто скучал по этой сладкой девочке? Она к нам приехала на несколько дней. Мы немножко тут размножились. У меня очень упали просмотры. А это твои пельмени, еще одни, да? И все-таки синоптики не ошиблись. Даже несмотря на то, что светит солнце, идет дождь. Видно вам помеленький, конечно, но тем не менее. Я тоже хотела порадоваться, все. Ошиблись, даже не порадоваться, а, знаете, вкусно радствовать. Опять ошиблись, но нет. Ого! Вот это круто. Смотрите, как ветер траву попрыгнул. Так, не обращаем внимания на мой внешний вид. Я знаю, что я выгляжу ужасно. У меня была мысль надеть шапку. Но я решила, что я свободная женщина и имею право показаться в любом виде. На самом деле, просто я еду к парикмахеру. Наконец-то. И в прошлый раз она мне говорила, чтобы я не заморачивалась с мытьем головы. Я всегда голову мыла раньше перед парикмахером. Всегда. Она мне говорит, я очень тороплюсь. А сейчас она мне говорит, не надо, не делай этого. Даже лучше, если ты, я же осветляюсь, лучше, если ты будешь осветляться с не очень свежей головой. Как внутри, так и снаружи. Знаете, когда люди все время ездят одной и той же дорогой и привыкли, что каждый день, изо дня в день, по несколько раз происходит примерно одно и то же движение на дороге. А когда вдруг раз и что-то меняется, очень приступляется внимание. Вот так и сейчас я ехала. Мужчина не ожидал, что я поеду прямо, потому что мало кто едет прямо. В основном все уезжают, выезжают из нашего эстейта по этой дороге. И он совершенно даже не смотрел в мою сторону, когда выезжал. Бессовестный. Пожаловалась. Все, я быстренько бегу, снимаю деньги и едем стричься и краситься. Подстриглась. Немножечко освежила цвет. Мы сегодня с моим мастером решили сильно не осветлять волосы, потому что они у меня по-прежнему лезут. И лезут довольно сильно. Наверное, неделю назад я уже обрадовалась, что линька, так знаете, практически сошла на нет. А сейчас какая-то вторая волна. У меня практически клоками лезут волосы. Ну, может, чуть лучше, чем в начале, но все равно ситуация довольно печальная. Поэтому я решила довольно много убрать длины. И немножечко освежить. Мы сделали буквально пару светлых прядей около лица. Вот. И все. Вот такая вот я готова к весне. Как видите, у нас погода сегодня по-прежнему хорошая, ветрена, но солнечная. И, знаете, когда едешь, такое вот чувство, как будто... Ну, меня это всегда ассоциируется с Пасхой. Когда пора уже какие-то, не знаю, весенние садовые работы начинать. Там, я не знаю, вот когда пахнет в воздухе весной. Ой, у нас прям сегодня погода такая вдохновляющая. Я сейчас приехала в торговый центр. Мне нужно купить Вове подарочек на 23 февраля. Завтра у нас 23 февраля. Ване я уже приготовила небольшой подарочек, а Вове нет. Я ломала голову опять, что купить, потому что Вова не очень-то признает этот праздник своим, и он, в принципе, не ждет никаких подарков на этот праздник. Вообще не ждет, наверное, на этот праздник тем более. Но я хочу его как-то порадовать. И я решила пойти по проторенной дорожке и купить ему какой-нибудь виски. Пойду сейчас в магазин, посмотрю, что есть, и куплю. Вот, такие планы. А дальше мы с вами еще кое-куда поедем, но об этом я чуть попозже расскажу. Ну что, вот и очередной магазин виски. Не знаю, честно говоря, коробочка красивая. В общем, я здесь совсем не специалист. Я вам сейчас покажу, какой здесь выбор. Как здесь вообще что-то можно понять. Единственное, что я знаю, что мне нужен ирландский. А виски больше я не знаю. В общем, на ничего. Ладно, сейчас буду выбирать и покажу вам потом, что я, на чем остановилась. Вот на таком я остановилась. В общем, я погуглила, посмотрела. Самые популярные бренды виски, которые именно в Ирландии сделаны. И вот один из вариантов был вот такой. Я решила его взять попробовать. Здесь я практически уверена, что у Волы такого нет. Надеюсь, что я не ошибаюсь. А так выбор здесь, конечно... Вот есть еще этот же бренд. 18-летний. За 140 евро. Это можно на день рождения. Так, ну что, и пакетик, наверное, возьму сразу красивый. Такой вот бумажный. Одно дело сделано. Теперь мне нужно съездить... Не пойми куда. Я не знаю вообще, куда я поеду сейчас. Для того, чтобы забрать в Овен заказ. Он заказывал себе какую-то автомобильную деталь. Ехать мне... Написано 15 минут. Но это какое-то незнакомое мне место. Ни одного свободного парковочного места. Ни одного вообще. В автосалоне. Я так понимаю, что это автосалон BMW, наверное. Так, быстро бегу. Забираю деталь. Пока меня отсюда не выгнали. Потому что я встала в совершенно неположенном месте. Слушайте, это так интересно. Я приехала фиг знает куда. Заплатила 5,40 в салоне, где продаются многомиллионные, мне кажется, машины. И забрала заказ. Сейчас, минуту. Вы должны это видеть. Три железных колечка. И ради этого я тащилась сюда. Да, вообще обалдеть можно. Так, ладно. Пробуем теперь отсюда выбраться. Естественно, без карты я этого сделать не смогу. Поэтому действуем по старой схеме. Смотрите, прихожу. И спускается вот такая девочка красивая. Вот такая замечательная. Спасибо. Володь, я когда увидела, зачем я ездила? Я чуть не обалдела. Пять евро и какие-то три колечка. Пыняшенька, моя красавица, моя девочка. Да привет. Ну, Володь, дай нам пройти. Дай нам подружиться. Дай нам полазиться. Привет. Я скучала по тебе, моя любовь. Пойдем. Пойдем наверх. Пойдем. Кто скучал? Смотрите, Ваня переодевался на футбол. Кто скучал бы по няше? Кто скучал бы по этой сладкой девочке? Она к нам приехала на несколько дней, пока родители в отпуске. Да, моя красавица? Мы скучали по тебе, моя девочка. Не такая уж и наибольшая. Вы знаете, мы уже к ней привыкли. Я вообще такая достаточно компактная собака. Очень умная и добрая. Спи, поняша, отдыхай. Сейчас Ванюк приедет с футбола, будет тебя обнимать. Так что спи пока, высыпайся. О, да, и пузо мы любим почесать. Конечно. И шейку. Моя девочка хорошая. Ты красотка? Ой, кокетка. Кокетка, конфетка. Еще хочу почухать и меня еще. Да? Что тебе ошейник не сняли? Неудобно же в ошейники ходить. И что? Приехать только с поняшей поздоровалась и уже едем на футбол. Дома сегодня практически не была. А, ты тоже что-то что-то. Да, зато поесть успела. У Ванька сегодня опять длинная тренировка. О, я забр... Блин, я кажется, собрала с собой вязку и забыла ее взять. Втопил. Вы знаете, маску я... Фу, маску. Все, уже маски, вязки. Вязку я забыла все-таки. И думаю, что я буду просто так в машине сидеть, на улице светло. Пойти, что ли, пройтись? Как думаете? Или неохота? Ну, конечно, неохота. Посмотрела, через 20 минут ожидается заход солнца. Че идти? Куда я тут за 20 минут? Я не успею туда-обратно. Вот, попозже буду гулять, когда дни станут длинней. Лучше пока маме позвоню, с мамой поговорю. Друзья, у меня, как всегда, дело к ночи. У меня появляется работоспособность, желание убирать и что-то делать. Я, видимо, сова. Вот, решила пыль протереть. И я вам, знаете, что хочу сказать? Сейчас такую банальщину скажу. Прямо Америку, в кавычках, открою для вас. Я уже, ну, можно сказать, много лет вытирала пыль влажными салфетками для уборки. И все удивлялось. Ну, почему у меня так много пыли? Так быстро пыль, вернее, появляется. Вот так вот. Не то, что ее много, она очень быстро появляется. Так вот, я вам хочу сказать, секрет открыт. Мне кажется, что это происходит из-за самих влажных салфеток. Из-за того, чем они пропитаны. Вот я протираю уже несколько недель просто влажной тряпкой. У меня гораздо меньше пыли стало. Вот, не знаю, как хотите. Хотите верить, хотите нет. Но это действительно так. У кого есть такие же наблюдения? Что вот эта вот химия, она же сама по себе, как будто бы, ну, какой-то вот воск, что ли, содержит. Такая немного липкая. Ну, и вот, видимо, к ней и лучше прилипает. Ну, вот, решила перед сном освежить комнату. Сейчас я все протру, поменяю постельное белье. Может быть, даже еще и в ванной комнате успею брать. Сейчас на подоконничках все протру. Зеркало. Там ничего особенного, это просто подушки. Короче говоря, я лесенку вот эту использовала для того, чтобы чистое постельное белье достать. Поэтому свалила все с нее на пол. Ну, и вот. И будет у нас чистота и пари. Тогда еще надо люстру протереть обязательно. Ну, и вот. Обожаю вот это вот ощущение чистого постельного белья и чистой комнаты. Единственное, что я смотрю, как это зеркало немного в разводах все-таки или нет. У меня, мне кажется, когда я смотрю на яркий свет, уже в глазах точки. В общем, я устала. Туалет с ванной я так и не вымыла. Но все равно счастливая, довольная. Пойду немножко повяжу. Вот. Вам спасибо, что смотрите. Я еще пока не прощаюсь с вами. Увидимся с вами обязательно завтра. Доброе утро. Мы немножко тут размножились. Идем гулять все вместе. Собаки, Ваня и Женя. Пенюшка, красавица. К Ване сегодня утром зубная фея пришла. Вот этот маленький пакетик, это папе, Вань. А, этот. Да не тебе. Ты еще мало для этого. А это тебе. Так, шапка мне. Что это, Вань? А что это такое? Разворачивай. Там еще что-то маленькое, Вань. Пакетик должно быть. Китчейн. Что это? Китчейн. Это что, так называется? В общем, брелочек. Вот такой вот Ванин любимый, мне кажется, персонаж. Почти не так. Держи, Вань. На. Кажется, все сняла. 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 Нет, это просто плед. Это одеялка с капюшоном. Ну, вот так. Прикольно. Вань, посмотри на меня. Очень классно. Тепло? Чувствуешь, как оно мягенькое? Да. Тебе понравилось? Угу. Вот примерно так оно и используется. Панюшка. Пань, пань, пань. Мою девочку. Внимание. Выступает... Пань, пань. Айван. Бабушки. Первый раз сегодня попробовала уложить свою стрижку. Ну, вроде так ничего. Мне кажется, я уже когда-то так стриглась. Мне очень нравится, что мой мастер, она... То ли рука... Вот я даже не знаю, как сказать, это какая-то техника стрижки, или это рука так набита, что она... Как бы она меня не подстригла, у меня очень хорошо концы лежат. Причем мне не нужно для этого как-то особенно стараться, чтобы они вот легли шапочкой такой. Вот. Не хотите шапочкой, можно выпрямить, они будут красиво ровно лежать. Ну, то есть срез, короче говоря, удачный. Так, я к вам с приветом, да. Я включилась для того, чтобы пожаловаться немножко. Я не знаю, почему так происходит, но я догадываюсь, почему. У меня очень упали просмотры. И вроде бы я сижу себе, говорю, Жень, ну какая тебе разница? Ну, упали просмотры, упали. Ну, и бог с ними, боже мой. Обращай внимание, если нравится, занимайся. Я вообще для себя определила, ну так, установку себе такую, знаете, дала, что если я буду реагировать на плохие просмотры, на, я не знаю, дизлайки, на плохие комментарии, если я по этому поводу буду нервничать, злиться, обижаться, ну, я не знаю. В общем, короче, если это будет какой-то негатив внутри меня, я просто перестаю этим заниматься, ютюбом, да, потому что я не хочу нервов дополнительных в своей жизни. Вот. Здесь я бы не сказала, что я нервничаю, но просто это, конечно, неприятно, когда ты занимаешься своим каналом, ты примерно уже представляешь себе, как в нормальном режиме идет развитие твоего канала или просмотры на твоем видео. Ну, это примерно происходит, вот как бы, да, бывает, наверное, люди снимают какое-то видео, которое прям выстреливает и, ах, набирает огромное количество просмотров, но у меня такого не бывает, у меня все идет постепенно, потихонечку, я уже примерно себе представляю, что как будет. А здесь вот эти, наверное, 2-3 дня, 4 дня, у меня такая ужасная статистика, что я не знаю, что я такого начала снимать, что я такого начала делать, что у меня так все ухудшилось. Вопросы, безусловно, не к вам, не к зрителям. Я больше чем уверена, что это какие-то алгоритмы Ютьюба. Это, и это обидно, и это очень печалит. Когда ты стараешься, когда ты тратишь очень много времени, мне даже Вова начал говорить, что ты как-то это, пришла, сделала свои там какие-то обязательные дела и поднимаешься наверх, занимаешься там, монтируешь, снимаешь и так далее. А с нами не играешь, ни фильма не смотришь, и не общаешься, и все остальное. По сути, это действительно так. Я уделяю Ютьюбу, ну, очень много времени. Я уделяю Ютьюбу столько же времени, сколько те люди, которые очень хорошо зарабатывают на своих видео. Вот. И дело не в деньгах. Я не рассчитываю особо зарабатывать, по крайней мере, в ближайшем возримом будущем. Дело просто в какой-то ответной реакции. Почему Ютьюб так относится к моему каналу, я, честно говоря, не знаю. Я попробовала погуглить эту информацию, что это означает, когда очень резко падает просмотр. Причем резко, вдвое, вот просто вдвое меньше под каждым видео. Ничего не изменилось, ни тематика, ни название, ни хэштеги, ни теги, ничего такого особого не меняла. Не знаю почему. Это очень обидно. Если вдруг меня смотрит руководство Ютьюба, знаете, это очень неприятно и очень обидно, когда ты стараешься, когда ты мечтаешь о каких-то новых камерах, о том, чтобы куда-то съездить, что-то красивое снять, когда ты вкладываешься душой в то, что ты делаешь, а в ответ тишина. Это очень неприятно. Ну вот. Так что все, мне как-то полегчало. Я пожаловалась, еще раз говорю, я никого не призываю на меня подписываться и никого не призываю меня смотреть. Вопрос не к зрителям. Я больше чем уверена, это Ютьюб. Он каким-то образом свои алгоритмы настраивает так, что мои видео не всплывают тогда, когда нужно. Я думаю, что в этом вопрос. Пэнь, это красавица. Вань, опять одежда валяется. Только что убрала, было чисто. Огромный пакет. Ой, как тепло отсюда идет. Целый огромнейший просто пакет в китайском кафе. И 7-Up мне дали в подарок. Причем мне спросили, бутылку какую-то напитка или что-то из еды, а это что-то мы не едим. Ну и плюс, я и так много еды взяла. Говорю, давайте напиток. Я думала, маленький будет. 2 литра. Я сейчас, я очень люблю газировку, но я сейчас ее не пью. Ну ладно, в любом случае, пусть стоит, ждет. Не знаю, может какие-нибудь гости придут. Какие-нибудь коктейли сделаем с ним, не знаю. Вот. А еда пахнет просто изумительно. Просто потрясающе. Я отвезла Ванька на каратэ. Он сейчас занимается. Вот это вот Сортсгарден. То китайское кафе, где мы рядом с домом, если то, заказываем здесь еду. Очень вкусно. Быстро. 10 минут, наверное, и такой большой заказ готов. Так, ну что. Мы с вами выезжаем, чтобы не опоздать. И опять пошел дождик. Только что солнце светило. Папа уже дома? Папа, ну уже едет, наверное, Вань. Ты видишь, как от теплой еды от горячих стекол запотели? Мне почти, ну смотрите, там почти пахло. Чего ты там? Почти пахло внутри. Правда? Куда жвачки? Никаких жвачек. По кочану и кочерыжке. Давай, перед едой не надо жвачек жевать. Нет. Почему? Потому. Что? Я ничего не знаю. А на каратэ как занимался? Хорошо. Или отлично? Отлично. Не верю. Спасибо. Пойдем. Нет. Я не знаю, почти. Спешим поздравить тебя с 23 февраля. Спасибо. В стихах. Спасибо. У тебя нет такой? Нет, такой нет. Я знаю такой. Это еще не то, что ты купил в подарок? Нет, это Blackboard. А? Ой, хорошее. Смолбатч. Спасибо. На здоровье. Главное, чтобы это на здоровье было. Да, Ванюш? Ваня, ты свой подарок покажешь? А, я тебе фотку присылала? Класс. Я сейчас перейдила. Давай, Ваня, бегом. Кушайте охота. Да, пап. Так, что у нас из еды сегодня? Все вредное, все жареное и все очень вкусное. Так, это должна быть... Кто это? Тут у нас... Так, подождите. Что я знаю? А, просто заклеено, заклеено. Подкроем эту кольцо. Ооо. Пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара. Ооо, она уже, конечно, почти холодная. Давай вот это вот неси на стол. Я не буду из коробок выкладывать, потому что потом мы в них будем хранить. Я думаю. Потому что мы все это явно не съедим. Вот это уберем. Так. Ну, вроде тепленькая. Таблингс? Это у нас что? Это у нас фельмешки Ванины. Бери, пока одну, пару, пару, пусть тепленькая, закрыта будет. Встать на стол. Так. И здесь у нас еще тепленькие, надо сказать. Должны быть крылышки. Так. Должны быть крылышки. Давай. Неси. Аккуратно. Здесь все. Так, теперь мой том-ям, кстати, еще горячий. Не просто теплый, а прям горячий. Да, прям горячий. Как я там набрала-то такого, боже мой. Я вроде ничего такого не покупала. Еще косты? Я еще дали бы. Это, я думаю, ребра. О, да. Это ребрышки барбекю. Это должен быть Ванькин рис, я думаю. Нет. Рис горячий. Да. Рисочек. Я говорю, Вань, давайте-ка сама рис сварю. Нет? Он говорит, у них вкуснее. Ну, у них реально вкусный рис, даже просто обычный рис. И это удон с говядиной. Ого. Можно лезть? Можно. Ого. Наконец-то, да, Ваня? А ты что будешь пить, Жень? Я буду пить чай, наверное. Нет, спасибо, не хочу ничего алкогольного. Давайте. Ого. Все, открываем. Отваряем. А это твои пельмени? Еще одни, да? Я хочу сказать о. Это рис. Не знаю почему, о. И удончика. Приятного аппетита, Вауся. Ванек, приятного. Вкусные пельмешки? Или так себе? Вкусные, блин. Представляете ли, стала сейчас инстаграм и увидела у одной своей знакомой, которая живет здесь в Ирландии. Она выложила, что недалеко от нас живет, что ожидается снег. Я думаю, ерунда какая-то. Ну, какой снег? Так, зашла в прогноз погоды. Представляете, снег обещают опять. Ё-моё. У меня голова сейчас под вечер разболелась. Может быть, это такая вот реакция на погоду, потому что я померила давление. Давление нормальное. Вот. Просто болит голова. Мы что-то всей семьей пристрастились смотреть, это было, как называется, America Got Talent, да, где, ну, типа, шоу талантов. Вот. У нас на Нетфликсе есть, мне кажется, все выпуски. Вот мы сейчас подряд смотрим серии. Очень интересно. Особенно отборочные туры. Прям классно. Разные бывают, бывают очень талантовые люди, бывают какие-то странные. В общем, ему как-то и Ване интересно смотреть. Мы все вместе ужинали, смотрели это шоу. Очень классно было. Вот такие вот дела. На этом предлагаю закончить. У меня еще такой вопросик остался. Я отдельно, наверное, еще в сообщество выложу пост. Но на всякий случай, вдруг я забуду, я и здесь хочу спросить. Как насчет прямого эфира в пятницу? Как вам эта идея? В эту пятницу, ну, допустим, где-то часов в 8-9 по Москве. Потому что, ну, наверное, как раз люди освободятся после работы, поужинают, и можно уже будет со мной немножко время провести. Если хотите. Если не хотите, то и не хотите. Надеюсь, что вы хотите. В общем, в пятницу мое предложение в 8-9 вечера пишите. Если вы за, я буду очень рада. Поболтаем с вами тогда в прямом эфире. Ну, а на сегодня, правда, все. Надо идти с собаками гулять. И уже Ванька потихонечку отправлять спать. Не болейте. Спасибо вам большое, что смотрите. Всего самого доброго. Самые наилучшие пожелания. Встречаемся с вами, как всегда, в следующем видео. Не болейте. До встречи. Пока-пока.